Однажды девочка Алиса попросила, а напишите мне книжку и подарите мне ее. Английский писатель Юис Кэррол известен во всем мире прежде всего благодаря своим произведениям «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье». Но не все знают, что Кэррол, настоящее имя которого Чарльз Людвич Доджсон, был также математиком, фотографом и священником, а прототипом книжной Алисы стала реальная девочка с таким же именем. Немало и других интересных фактов можно узнать об этом талантливом человеке. Например, то, что Льюис был левшой, но родители принуждали его переучиваться и писать правой, что травмировало психику ребенка и даже привело к заиканию. Не зря главная героиня его книги попадает именно в «Зазеркалье», где комфортно чувствовал бы себя сам писатель. Также, имея математический склад ума, Кэррол очень любил шахматы и карты, что также нашло отражение в его книгах. Об этом и многом другом рассказали третьеклассникам Щелковского лицея в детской библиотеке, где прошло мероприятие, посвященное дню рождения писателя. Пройти мимо этого автора мы не могли, потому что он необычен, он привлекает внимание. Уже больше ста лет вокруг его сказок ведутся споры, и все ученые, все исследователи, они сходятся в одном, что эти книги интересны для детей, для взрослых. Они имеют два адреса. Познакомиться с Алисой можно вот сейчас, в возрасте 10 лет, а вернуться к ней уже будучи взрослым и искать уже глубокие философские смыслы, которые щедро рассыпаны автором на страницах книги. Чтобы детям было легче и интереснее усваивать новую информацию, сотрудники библиотеки провели занятия в формате увлекательной игры. Ребятам загадывали логические загадки и проверяли, насколько внимательно школьники слушали рассказ о Кэроле. Она попадает в шахматную страну. Вспоминайте, черная и белая королева, черный и белый рыцарь. Были такие герои там. Мне было интересно. Это очень помогает в развитии. Я раньше не знала, что вообще были книги про математику. Еще мне очень понравились игры, загадки. Я не думала, что есть такое обилие, количество частей Алисы в «Стране чудес». Я потом, после своих книжек, хочу тоже к ним приступить. В течение всего февраля в Щелковской детской библиотеке будут проходить встречи со школьниками, посвященные Году народного искусства в рамках муниципального фестиваля «Мир слова». Ребятам будут рассказывать много интересной, а главное – познавательной информации. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!